Добро пожаловать! Однако вам предстоит долгое и холодное путешествие. Клайд Томба, первооткрыватель Плутона. 19 января 2006 года. При помощи ракеты-носителя Atlas V межпланетная станция Новые Горизонты покинула поверхность нашей планеты. Уже через год аппарат совершил гравитационный манёвр вблизи Юпитера, что придало ему дополнительное ускорение для достижения конечной точки. Спустя 9 лет межпланетная станция приблизилась к завершению своего маршрута. И 14 июля 2015 года Новые Горизонты пролетел мимо крупнейшей открытой карликовой планеты в Солнечной системе – Плутона, подарив нам несколько тысяч снимков этого небесного тела и его спутников. Какие цели заставили учёных осуществить такую сложную миссию? И что последним межпланетная станция Новые Горизонты увидела на Плутоне? Космо. Первый космический. Плутон – это самый крупный транснептуновый объект в нашей Солнечной системе. Кроме того, он также является крупнейшим объектом в поясе Койпера. Как и большинство тел в этой области, Плутон состоит в основном из камня и льда и обладает сравнительно небольшой массой, которая равняется приблизительно 0,22% от массы Земли. Для сравнения, его масса меньше лунной примерно в 6 раз, а объём примерно в 3 раза. Площадь Плутона составляет 17 миллионов 700 тысяч квадратных километров, что немного больше, чем площадь России, которая равняется 17 миллионам 100 тысячам квадратным километрам. Диаметр этого небесного тела достигает 2376,6 километра, что на 1097,6 километра меньше, чем диаметр нашей Луны. Атмосфера Плутона в основном состоит из газов, испаряющихся из поверхностного льда. На данный момент нам известно, что главным её компонентом является азот. Кроме того, в состав атмосферы также входит метан и угарный газ. Под действием высокоэнергичного космического излучения из этих веществ образуются более сложные, нелетучие при температурах поверхности Плутона соединения – этан, этилен и ацетилен, а также талины, которые, в свою очередь, благодаря своим свойствам оседают на поверхность планеты и придают ей коричневатый оттенок. Средняя температура поверхности Плутона составляет 50 кельвинов, то есть минус 223,15 градуса Цельсия. При этом с высотой этот показатель растёт примерно на 7 градусов с каждым километром, и в атмосфере температура на 40 градусов выше, чем на поверхности. Причиной такого явления можно назвать парниковый эффект, вызванный метаном. Мы привыкли считать, что Плутон движется по стабильной неизменной орбите. Однако при более подробном исследовании выяснилось, что движение Плутона хаотично и описывается нелинейными уравнениями. А чтобы заметить это, необходимо наблюдать за ним достаточно долго. Если производить наблюдение в течение малых промежутков времени, то это его движение будет казаться регулярным. Но на самом же деле орбита с каждым периодом чуть сдвигается, и в конце концов меняется настолько сильно, что следов от первоначальной траектории уже не остаётся. Направление вращения вокруг своей оси у этой карликовой планеты, как и у Венеры с Ураном, обратное, то есть противоположное направлению обращения остальных планет вокруг Солнца. Сутки же на Плутоне длятся 6,4 земного дня. Удалённость Плутона и его маленькая масса значительно затрудняют исследование этого небесного тела. Даже в очень большие телескопы мы можем увидеть Плутон как маленькую точку, неотличимую от обычной звезды. А некоторую часть данных о нём мы смогли получить с помощью космического телескопа «Хаббл». Однако же большая основная часть информации стала доступна нам только после миссии «Новые горизонты». Первое фото этой карликовой планеты космический аппарат сделал ещё в конце сентября 2006 года в целях проверки камеры LORRI. В дальнейшем же, при приближении к Плутону, нам стало открываться множество деталей об этой карликовой планете. Поверхность объекта очень неоднородна. Альбедо, то есть диффузная отражательная способность поверхности, на разных участках небесного тела варьируется от 10 до 70%, что делает Плутон вторым по контрастности объектом Солнечной системы после Епета. Эта неоднородность приводит к периодическому изменению при вращении Плутона его блеска из спектра. Вероятно, его недра на 50-70% состоят из камня и на 50-30% из льда. Плотное каменное ядро, скорее всего, окружено ледяной мантией, толщина которой составляет около 300 километров. Спектральные данные показывают, что водяной лёд есть и на поверхности Плутона, но его по большей части маскирует покров из более летучих льдов. Кроме того, там же обнаружены замёрзшие метан и монооксид углерода, а также примеси других соединений, в основном образующихся из метана и азота, под действием сильного излучения. Это, в частности, этан, нитрилы, а также талины, придающие Плутону коричневатый цвет. 15 июля 2015 года АМС «Новые горизонты» пролетела мимо Плутона на расстоянии 12,5 тысяч километров от его поверхности. Во время пролёта была заснята как видимая при максимальном сближении сторона, так и обратная. Благодаря этим изображениям на Плутоне была обнаружена обширная светлая зона в форме символа сердца размером 1800 на полторы тысячи километров, которую впоследствии назвали сердцем Плутона или область Тамбо. И ещё один вариант – область Томбо. Считается, что левая доля этой зоны представляет собой кратер, заполненный кристаллическим азотом. Также на территории этой области были обнаружены две горные гряды. Высота первой, которая впоследствии получила название «Горы Тенцинга», достигает 3500 метров. Высота второй, которую называют «Горы Хиллари», до полутора тысяч метров. Самый примечательный геологический объект, обнаруженный на Плутоне – это равнина спутника. Данная впадина, вероятнее всего, представляет собой ударный кратер, диаметр которого достигает 1492 километров. Равнина спутника заполнена замёрзшими газами и пересечена множеством борозд, которые делят её на ячейки в десятки километров. При этом на Плутоне также может существовать криовулканизм. А последняя фотография, сделанная станцией, возможно, указывает именно на это явление. Потенциальный криовулкан, изображённый на снимке, получил название «Райт Монс». На фотографии можно увидеть относительно молодую поверхность практически безударных кратеров, что означает, что кора в этой местности сформировалась относительно недавно. Если «Райт Монс» действительно является криовулканом, то его огромный размер в 144 километра в ширину и 4 километра в высоту делает его крупнейшим криовулканом во внешней части Солнечной системы. Кроме того, космический аппарат «Новые горизонты» открыл в атмосфере Плутона голубую слоистую дымку, которая окутывает всю карликовую планету. На снимках дымка просматривается до высоты более чем в 200 километров, а ультрафиолетовым спектрометром регистрируется до уровня в 300 километров. Вероятнее всего, дымка состоит из частиц нелетучих веществ, образующихся из атмосферных газов, о которых я уже упоминал ранее. Эти вещества оседают на поверхность карликовой планеты и в результате образуют такое явление. Миссия «Новые горизонты» продлится до 2026 года, и кроме изучения объектов в системе Плутона, эта станция также уже успела провести наблюдение и за другими объектами пояса Койпера. И даже несмотря на то, что у нее нет топлива для значительной смены курса, энергии радиоизотопного генератора хватит еще на десяток лет. Сразу после пролета станции Плутона астрономы с помощью телескопа Хаббл произвели поиск подходящих кандидатов для следующих целей миссии. Первым из них стал «Ультима Тули» – двойной астероид из пояса Койпера, который состоит из двух объектов с диаметром в 19 и 14 километров. Его «Новые горизонты» посетил 1 января 2019 года. И астероид 2014PN70 с диаметром в 40 километров, мимо которого станция прошла в марте 2019. Кроме того, отдалившись на 8 миллиардов километров от Земли, новым горизонтам стал доступен более подробный обзор на ближайшие к Солнцу звезды – Проксима Центавра и Вольф-359. И в апреле 2020-го станцию также использовали для уточнения расстояния до этих светил. Не исключено, что данные цели станут не последними в списке достижений этой удивительной миссии. И пока на нашу Землю передаются снимки, сделанные станцией, мы можем продолжать изучение тех небесных тел, которые уже были сфотографированы новыми горизонтами. Например, самого крупного из спутников Плутона – Харона, исследование которого также было произведено с помощью станции. И если бы вы хотели, чтобы в следующих видео я рассказал вам и про это небесное тело, напишите об этом в комментариях или просто отметьте наше видео лайком. И тогда совсем скоро мы отправимся в еще одно удивительное путешествие к этой карликовой планете. И услышимся! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok